Данный материал содержит элементы рекламы. То самый короткий. Ладно, давайте еще о хороших новостях. На фоне того, что Британия отменяет масочный режим, ковид-паспорта, ну и так далее, и так далее, из Дании также прилетают к нам новости. Правительство Дании отменяет с сегодняшнего дня все коронавирусные ограничения. Вот прям все? Все. Однозначно это что-то новенькое. С 5 февраля ковид-19 больше не будет относиться к критически опасным для населения заболеваниям в Дании. Данное решение принято на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии. Вернемся опять же к Великобритании. Она отменяет обязательное тестирование для путешественников, которые и уже имеют две дозы вакцины от ковид-19. Это правило начнет действовать с 11 февраля. Правительство подчеркнуло, что это увеличит количество туристов и позволит самим британцам меньше тратиться при возвращении домой из путешествий. Решение правительства было вызвано кризисом в туристическом секторе. Некоторые авиакомпании уже объявили о полной поддержке данного решения. Что тебе хочется сказать на эту тему? Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Да. Фу-фу-фу, чтобы не сглазить. Ну вот именно. Все. Держим пальчики и будем надеяться, что до нас это тоже скоро дойдет. Ну а пока коротко отдать сегодняшний. 31 января 1988 года состоялась премьера фильма «Десять». Николай, Николай, Редюсер Станислава Говорухина. Осторожно, осторожно. Мы, конечно, не находимся в западном полушарии, но тем не менее, может прилететь. 31 января 2020 года Великобритания официально вышла из Европейского Союза. Был там очень симпатичный ролик, когда маленькие детки пели песню, в рамках которой они посылали Евросоюз. Ну, понятно. Все. Понятно. Что же еще интересного произошло 31 января? Смотрите далее. 31 января во всем мире свой профессиональный праздник – Международный день ювелира – отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасней. Профессия ювелира – одна из самых древних. Первые украшения изготавливали из разнообразных подсобных материалов, поддающихся обработке примитивными инструментами того времени. Это могли быть бусы из ракушек, ожерелье из клыков, камушки с дыркой на кожаной полоске. В Швейцарии сегодня начнется фестиваль гурманов. Все гости и участники события смогут не только продегустировать творение метров высокой кухни, но и понаблюдать за процессом приготовления блюд и отведать деликатесы прямо с пылу в жару. Стоит отметить, что шеф-повара собираются здесь каждый год не только для того, чтобы похвастаться новинками, мастерством и прославиться, но и чтобы обменяться опытом и найти новых подрастающих звезд на кулинарном поприще. 31 января 1892 года прошли первые соревнования на лыжном трамплине «Халменколин» в Осло. На тот момент высота трамплина составляла 60 метров. Позднее трамплин несколько раз перестраивали, его удлиняли, модернизировали, расширяли трибуны у его подножия. Сейчас лыжный трамплин работает 365 дней в году. Из Осло сюда можно добраться за 20-30 минут на метро или на автобусе. Нет человека, который не был бы знаком с воздушными шариками. И старый млад, знаешь ли, пользуется этим простым изобретением, которое однозначно у нас в подсознании связано с атмосферой праздника. Ну да уж, воняют, лопаются неожиданно, доводят до инфаркта. Какая ты скучная. Да ну, эти шарики, зачем они нужны? Ментально старый человек, мне кажется так. И я после этого бугнист. Кто же вообще придумал это изобретение резиновое, когда они появились и для чего, сейчас узнаем. Первые дошедшие до нас упоминания об изготовлении летящих в воздухе шаров встречаются в карельских рукописях. В них описывается создание такого шара, сделанного из кожи кита и быка. Шары наполняли метаном, болотным газом, являющимся взрывоопасным и использовали в обыденной жизни. Они служили средством передвижения, транспортом для переправки грузов. Правда, многие сегодня считают эти сведения не более, чем легендами средневековья. Не прошло семи столетий, как в Лондоне профессором Майклом Фарадеем были изобретены резиновые воздушные шары. Ученый изучал эластические свойства каучука и соорудил из этого материала две лепешки. Для того, чтобы они не слипались, Фарадей обработал их внутренние стороны мукой и после этого пальцами склеил их необработанные оставшиеся липкими края. В итоге получилось нечто вроде мешочка, который можно было использовать для опытов с водородом. Лет через 80 после этого научный мешочек для водорода превратился в популярную забаву. Каучуковые шары широко использовались в Европе во время городских праздников. За счет наполнявшего их газа они могли подниматься вверх. И это очень нравилось публике, еще не избалованы ни воздушными полетами, ни другими чудесами техники. Но у этой забавы был единственный и очень серьезный минус. Для наполнения шариков использовался водород. Так было вплоть до 1922 года, когда в США на одном из городских праздников от взрыва композиции из воздушных шариков пострадал чиновник. С тех пор вместо водорода для наполнения шариков стали использовать гелий. Что касается непосредственно даты рождения современного воздушного шарика, это произошло в 1931 году, когда Нейл Тайлотсон наладил выпуск шаров из латекса, благодаря которому, кроме круглой формы шаров, появились овальные, из которых собирали различные фигуры – животных, шляпы, цветы. Конечно, качество было не самым лучшим. При надувании шарики теряли свою яркость и быстро лопались. Но производители постоянно работали над их улучшением. Пик популярности воздушных шаров пришелся на конец 20 века, когда они стали более прочными, яркими и разноцветными. Изделия продавались миллионами, что принесло компании Тайлотсона невероятную популярность и баснословную прибыль. Каучук в истории воздушных шариков остался в прошлом. Сейчас для изготовления применяют латекс. Это такая растительная смола, которую собирают с плачущих деревьев. Произрастают эти деревья в экваториальных лесах Малайзии, Бразилии и Мексики. Сбор латекса осуществляют так же, как и сбор березового сока. На коре делают надрез, крепят желобок, сок стекает по нему каплями в емкость. Когда каучук собран, его отвозят на фабрику, добавляют красители и оставляют на несколько часов. Также производители кладут в смесь присадки, которые увеличивают прочность и эластичность шара. Форма шара полностью зависит от формы керамической болванки. Установленные в ряд на конвейере формы окунают в латекс. Он застывает довольно быстро, но пока что латекс не прочен, поэтому запускают процесс вулканизации. Шарики обрабатывают горячей водой, нагревают в печи, обдают паром. Так повышается их прочность. Далее их хорошенько промывают и сушат, а под конец обрабатывают смесью воды с силиконом или тальком, чтобы шарики не прилипали друг к другу. Организаторы Олимпийских игр в Пекине начали раздавать людям, участникам соревнований, презервативы. Резиновое изделие номер пять. Вопреки антикоронавирусным запретам. В смысле, а коронавирусные ограничения запрещают людям раздавать презервативы? Близкие контакты. Да нет, я думаю, что дело в других. Так они же не склонят к близким контактам, не просто раздают презервативы. Есть же разница? Есть, конечно. Правильно, а там же не написано, вы обязаны в течение первых двух дней заняться сексом восемь раз. Нет, хотя надо уточнить. Нет, там такого не написано. По данным зарубежных журналистов, которые уже успели заселиться в отель в Китае, в номерах приготовлено по пять презервативов. Видимо, потому что они похожи на Олимпийские кольца. Их упаковка выполнена в цветах Олимпийской эмблемы. А ты был прав. С изображением китайского фонарика. Дико извиняюсь, фонарик. Ладно, организаторы не уточнили, сколько всего презервативов раздадут на играх. Напомним, что Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Да, но я бы все-таки отметил, что учитывая то, что это китайские презервативы, я бы на месте спортсменов ими не пользовался. Да уж, действительно, но возвращаясь к запретам, все-таки в руководстве ИГР-2022 по мере борьбы с COVID-19 предписано сводить к минимуму физические взаимодействия, такие как объятие, рукопожатие, а также соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров от других участников. Вот туда-то и входят физические контакты другого рода. Мне просто интересно, а если человек только-только сдал тест на COVID, можно сношаться или нельзя? Ты знаешь, лучше спроси у организатора. Ладно, в любом случае будем следить за открытием Олимпийских игр, потому что вот кто помнит открытие Олимпийских игр в Москве, там, например, одно из колец не раскрылось. А здесь по аналогии может просто лопнуть. Продолжаем утро. Если вы когда-либо увидите человека, который пытается нажимать невидимые кнопки в воздухе, не спешите сомневаться в его невменяемости. Вменяемости, ты хотел сказать? Нет, именно невменяемости. Возможно, этот человек просто взаимодействует с каким-либо устройством совершенно новым с точки зрения технологии и способом. В общем, в чем тут секрет? Об этом расскажем прямо сейчас. Пандемия внесла коррективы в развитие технологий. Сенсорные экраны, ранее считавшиеся революцией, сейчас называют негигиеничными. В Британо-американской компании заявили, что нашли решение проблемы. Любой сенсорный экран можно превратить в бесконтактный интерфейс с помощью нашей технологии. Разработка основана на использовании ультразвуковых волн для создания ощущения прикосновения в воздухе. Камера, в свою очередь, отслеживает движение рук. Поскольку используемые нами тактильные технологии уменьшаются в размерах и в стоимости, мы получаем все больше возможностей создать новые приложения как для дома, так и для офиса. В компании разработали специальную систему для автомобиля, благодаря которой водитель может контролировать происходящее в салоне простым движением руки. В перспективе интерактивным и бесконтактным станет не только приборная панель, но и весь салон автомобиля. Бесконтактным он станет и для пассажиров, в том числе пассажиров такси. В будущем, когда автомобили станут полностью автономными или полуавтономными, эту технологию можно будет использовать на заднем сидении для развлечения или работы. Бесконтактная тактильная система также может применяться в ресторанах, магазинах, да и вообще везде, где люди вынуждены дотрагиваться до сенсоров. Статистика говорит о том, что 8 из 10 человек испытывают дискомфорт, прикасаясь к экранам общественного пользования. Чтобы система смогла распознавать сигналы, пользователям нужно изучить несколько движений. При одном из них большие указательные пальцы сжимаются. Этот жест используется для выбора необходимой функции или кнопки. Второй жест в компании называют «Урони микрофон». Рука сначала сжимается в кулак, а потом разжимается. Пользователь в этот момент чувствует вибрацию, словно физически дотрагивается до чего-то. Вы чувствуете слабую пульсацию при каждой попытке управления. Технология также может использоваться с очками дополненной реальности. Это выносит взаимодействие человека и компьютера на новый уровень. За несколько сезонов эко-кожа стала главным трендом, который полюбили не только герои стрит-стайла, но также и звезды Голливуда. Да, пиджаки, тренчи, юбки, платья плотно закрепились в гардеробе любой модницы. Но настоящий маз-хэф этого года – это кожаные брюки. Классические кожаные брюки – настоящий глоток свежего воздуха. Их универсальность заключается в том, что они одинаково удачно будут смотреться и в образах, собранных из самых горячих трендов сезона, и в нарядах с максимально простыми и сдержанными вещами. Кроме того, при правильной стилизации они даже смогут стать частью офисного дресс-кода. Чтобы ваши кожаные брюки действительно были универсальными и сочетались с вещами разных стилей, лучше отложить в сторону слишком облегающие скини и сделать выбор в пользу свободных фасонов, например, прямых или укороченных брюк-дудочек. В новом сезоне смело сочетайте кожаные брюки с другими эко-трендами, например, с шубой из искусственного меха. Сочетание гладкой, грубой кожи и искусственного меха делает образ дерзким, но гармоничным. Подчеркнуть контраст помогает яркий оттенок верхней одежды. Дополните образ базовой черной водолазкой, акцентными сапогами и не забудьте про аксессуары. Еще одно стильное контрастное сочетание – кожаные брюки и пальто. Элегантное шерстяное пальто визуально смягчает брутальный низ, а кожаные брюки и грубая обувь, в свою очередь, подчеркивают силу и характер образа. Интереснее всего кожа смотрится с объемным трикотажем. Будет это свитер с косами, яркий джемпер или необычный уютный жилет – выбирайте на свой вкус. Для создания вневременных и классических образов делайте ставку на нейтральную и сдержанную палитру, а для настроения – самые сочные и броские радужные оттенки. Свободный свитер или худи, заправленный внутрь кожаных брюк с четкой линией талии, позволяет сделать силуэт более стройным, так как в этой зоне объем сверху контрастирует с облегающим поясом и линией бедра. Джинсовая куртка или рубашка также легко встанут в ансамбль к кожаным брюкам, а комбинация разных фактур в одном образе сделает его более интересным и стильным. К слову, куртку из денима можно сочетать вместе с худи, выправив капюшон наружу, с оверсайз рубашкой или любимым свитером. В любом случае получится тепло и уютно. Данный материал содержит элементы рекламы. Эволюция иногда очень злобно шутит с человеком. Достаточно посмотреть на то, как... Спасибо, Таис. На то, как человек втыкает в экран мобильного телефона. Так я говорю, на тебя. Вот до съемок ровно три секунды ты еще вот так в телефоне, а потом все, такой раз и бодрый. Я просто делами занимаюсь. Ага. Да. Так помимо этого, в последнее время актуальна и следующая проблема, которая тебе наверняка знакома. Проблема с лишним весом. Да нет, как-то. Ну а ты не поэтому впахиваешь в зале каждый день? Нет, просто нравится. Нет? А, я думал, ты просто склонна к полноте. Эдорфина, окситоцин. Да, все вот это. Лишнее время. Люди тысячелетиями жили в условиях нехватки пищи, в условиях постоянной борьбы за нее. И теперь организм не может не создавать себе подушку безопасности для голодных времен. А, так вот как это называется. Подушка безопасности. Перед учеными теперь стоит новая задача. Как помочь людям без чувства меры в еде избавиться от лишнего веса? 12% населения планеты страдают ожирением. Проблемы с весом серьезно сказываются на здоровье человека и на экономике в целом. Экономический ущерб из-за ожирения оценивают в миллиарды долларов в год. Это огромная проблема, которая с каждым годом становится только больше. Ожирение связано, например, с таким заболеванием, как сахарный диабет. И, кстати, оно может стать причиной неблагополучного прогноза для заболевших коронавирусом. Один из инструментов борьбы с недугом – шунтирование желудка – существенное уменьшение его размера. После операции пациенты гораздо быстрее испытывают насыщение и, как следствие, потребляют меньше пищи. Шунтирование желудка – это хороший способ, но очень дорогой. И к тому же он может сопровождаться серьезными побочными эффектами, даже если пациент решит снова набирать вес. А существующие лекарства не направлены на сам источник проблемы, потому что связь между желудком и мозгом еще не изучена. Ученые заявили, что знают, как эту связь изучить. В опубликованном исследовании они описали созданное ими устройство, которое помогает справиться с чувством голода и без радикального хирургического вмешательства. Это миниатюрное биосовместимое оптоэлектрическое устройство, которое воздействует непосредственно на нервные окончания желудка, а там находится очень много нервов, отвечающих за информацию о приеме пищи и ее количестве. Оно получает энергию от внешнего источника и конвертирует ее в свет, который и подсвечивает нервные окончания. Чип со светодиодом – это, по сути, имплантат. Его помещают в определенный участок брюшной полости. Следующий шаг – введение апсина через сенсорные волокна, подсоединенные к желудку. Апсин – это белок, который в большом количестве содержится в глазах. Он начинает работать под воздействием света. Нервные окончания начинают реагировать на свет и давать сигнал о прекращении приема пищи, который поступает в мозг через блуждающий нерв. Животные, на которых проводились тесты, в тот же момент прекращали есть. До этого специалисты уже пытались воздействовать на сигналы, передаваемые от желудка к мозгу посредством блуждающего нерва. Но у такого метода есть один существенный недостаток. Блуждающий нерв – это отдельная система. Если пытаться его стимулировать электрическими импульсами, то мы будем воздействовать на все органы, в то время как оптогенетика позволяет нам манипулировать только нейронами желудка. Важная особенность устройства – это то, что оно беспроводное, а значит, может быть использовано как постоянный имплантат. Устройство очень маленькое. Подзаряжается оно благодаря той же беспроводной технологии, которую мы используем повсеместно для зарядки мобильного телефона. Ученым еще предстоит узнать, как именно блуждающий нерв проводит сигнал, передаваемый устройством, и как долго длится эффект. Мы можем выяснить, какие рецепторы реагируют на определенные нейроны, а затем разработать лекарство, которое будет активировать эти рецепторы. Второй путь – это использование описанного нами подхода, когда можно имплантировать подобное маленькое устройство в желудок и контролировать активность этих нейронов с помощью света. Мощный инструмент по борьбе с ожирением появится в медицинской практике не скоро. Исследователи пока проводят тесты на животных, а испытания с участием людей пройдут в ближайшие пять лет. В нашей программе юмористическая рубрика. Молдова в 2021 году поднялась на 10 строчек в рейтинге индекс восприятия коррупции. Так, подожди, поднялась это хорошо или плохо? Ну, заняв 105 место из 180, это хорошо. А до этого было какое? 180, а сейчас 105. Ох, ничего себе. Не, подожди, мы не занимали 180. 180 – это самое последнее, всего 180. Ага, ну мы поднялись аж на 10 строчек. Так вот, я говорю, это хорошо или плохо? Это хорошо. Ладно. Однако, мы остались в списке стран с высоким уровнем коррупции. Для сравнения, Украина на 122 месте, Румыния на 66, Россия на 136. Лучшие результаты традиционно показали Новая Зеландия, Дания, Финляндия. Хуже всего ситуация с коррупцией в Сомали, Сирии и Южном Судане. Да, следует отметить, что индекс восприятия коррупции составляется с 1995 года ежегодно на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах. При этом учитывают восприятие взяточничества, нецелевого использования государственных средств, использование должностными лицами своего служебного положения для получения личной выгоды, способность правительств сдерживать коррупцию в государственном секторе, чрезмерную бюрократию в государственном секторе и так далее. А что, у нас коррупции стало меньше, правда? Ну, как будто бы по некоторым данным, наверное, так. Либо, если это индекс восприятия, то, скорее всего, мы просто воспринимать стали по-другому. Я знаю, как мы поднялись на 10 пунктов. Договорились. Продолжаем. Зима. Это время, когда вспоминаешь не только про теплые штаны с начесом, но еще и про консервы. Я-то думал, ты скажешь не только про теплые штаны с начесом, но и колготаны. Да. Одна полоска спереди, две сзади. Про это еще раз не вспоминаешь. Вернемся к консервированию. Потому что в последнее время это стало, опять-таки, настоящим трендом консервировать все, что угодно. И зачастую фантазия консерваторщиков заходит куда дальше, чем технологии. В этом все дело. Поэтому смотрите и консервируйте. Это, кстати, не самая плохая идея. Люди давно научились продлять жизнь продуктов с помощью жестяной банки. Иногда целые блюда отправляют в анабиоз на несколько лет. Судя по рисунку, внутри здесь целые голубцы. Голубцы, котлеты, гуляш – традиционная еда, которую превращают в консервы. Вид у таких яст, правда, не очень презентабельный, но зато какой вкус. Стоится, не могу извините, я сразу буду есть. Ну-ка. М-м-м-м. Печень пикантная по-восточному в магазине не продается. Это рацион российских десантников. Такое же эксклюзивное питание и у наших космонавтов. Но все это традиционная русская кухня. А что, если добавить немного экзотики? Бамбуковый тростник у нас тут, знаете ли. Вот это пахнет носками. Вот понюхай. В каждой стране есть свои традиционные консервы. Вот, например, японский хлеб из банки, а это консервированные свиные мозги. Дегустация подобных кулинарных шедевров вызывает в интернете восторг. Эмоции ведь настоящие и неподдельные. Это личинки тут волшебные. Не знаю, дядя, чего ты морщишься. Вот корейцы, например, едят личинок путового шелкопряда. И ничего. У них там вообще много разных диковинных консервов. Но, пожалуй, самое необычное блюдо придумали шведы. Сюрстременьк. Это консервированная прокисшая селедка. Распробовать оригинальную скандинавскую кухню пытаются многие, но против природы не пойдешь. И вот этот запах, он у тебя во рту ничего. Вот прям вот. Фу, нет. Я не буду пробовать, нет. Есть у любителей консервов и еще одна проблема. Куда после еды девать все эти жестяные банки? На помощь снова приходит интернет. Тут придумали парочку интересных решений. У нее нет профессионального актерского образования. И, как вы понимаете, это уже не про тоист, потому что у нее театральное образование есть. Но она по образованию юрист, и в детстве никаких тюзов у нее не было. Вместо этого была школа с углубленным изучением французского языка. Но зато у нее был счастливый случай. А после у него сотни ролей в кино и сериалах. Катерина Шпица. Российская актриса театра кино и дубляжа, телеведущая и певица. Сегодня ее счастливый случай. Видимо, был какой-то невербализированный мой внутренний запрос на то, чтобы в жизни случился именно такой поворот. Поворот, который удивил даже саму актрису. Ведь маленькая девочка Катя из небольшого шахтерского городка под названием Инта никогда не мечтала сниматься в кино или играть на сцене. Она родилась в семье шахтера и юриста. Пошла в частную школу с углубленным изучением иностранных языков. И на вопрос, с кем ты хочешь стать, уже в третьем классе, не задумываясь, отвечала дипломатом. Я училась в школе, где первый язык французский, с третьего класса английский. И мама юрист. И сидит ребенок в третьем классе. И пишет тест по профориентированию. Ну что он напишет? В шестой класс Катя пошла уже в обычную школу в городе Перми, куда переехала с семьей. Актриса признается, первые дни на новом месте казались ей настоящим кошмаром. И как бы память не пыталась стереть те воспоминания, детские дневники до сих пор помнят, как было тяжело. Я к удивлению своему, уже будучи взрослым человеком, обнаружила письма, ну, среди своих дневников, которые я писала своей классной руководительнице в Инту. И оказалось, там было столько боли. Я столкнулась с тем, что воруют, с тем, что вдруг ни с тобой ни с сего. Там в начале мне одноклассницы хотели сделать темную. Но Катя, как истинный дипломат, сумела найти общий язык со сверстниками. Позже, с подачи одноклассника, она даже записалась в театральную студию. Просто так, за компанию. С тех пор ее жизнь складывалась из уроков, репетиций, школьных олимпиад. Везде она была на высоте. Прочно сидела сразу на трех стульях, пока те вдруг не заскрепели от нагрузки. Очень большая усталость была в старших классах, вплоть до бессонницы и галлюцинаций. Но при этом у меня ни разу не мелькнула мысль, что мне нужно бросить что-то из того, чем я занималась. Просто школа мне пошла навстречу, мне сделали свободное посещение. Катя не подвела и закончила школу с золотой медалью, которая могла открыть и двери в любой вуз Перми, даже в театральной. И хотя талант школьницы оценили еще в студии, предлагая играть исключительно главные роли, в жизни самой Катя театр играл роль второстепенную. Мой мастер из театральной студии сказала, только я тебя прошу, не поступай на актерский. Ты такая умная, не делай ошибку. Ты умная, ты благополучная. Ну, зачем тебе в актрисы? И я отвергла сразу такой путь. Я пошла по самой легкой дороге. У меня мама юрист. В госуниверситете был целевой набор. Своё будущее абитуриентка Шпица видела в стабильной и довольно предсказуемой жизни рядового юриста. Работа с 8 до 5, выходные два раза в неделю, редкие командировки, муж из рабочего окружения. Всё это вполне могло стать реальностью, если б однажды выпускница не услышала по радио объявления о конкурсе красоты от рок-группы Скорпионс. Этот шанс Катя просто не могла упустить. И дело было вовсе не в короне. Первая мысль попасть бесплатно на концерт, как участница конкурса, класс, классный способ. А потом это вылилось в то, что я ещё и победила в этом конкурсе, и дальше всё завертелось. Тот самый день запустил в её жизни целую цепочку неслучайных событий, вернее знакомств. Сначала с журналистом местной газеты, который пригласил победительницу на интервью в модельное агентство. А уже там Катя познакомилась с приезжим столичным фотографом Алексеем Васильевым. Именно он сначала убедил, а после и помог будущей актрисе перебраться в Москву. Со второго курса студентка Катя Шпица перевелась на заочное обучение и устроилась работать в столичный продюсерский центр, где юных талантов готовили к сцене. Катя учила их танцевать и петь по-английски, её знания языков играла лишь на руку. Здесь, в стенах центра, произошло ещё одно знакомство. На этот раз судьбоносное. И не с кем-нибудь, а с дочерью известного кинорежиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Поскольку у нас было достаточно много свободного времени между занятиями, мы тоже с преподавательским составом дурачились, записывали деморолики. Ну, что бы было, пусть будет в базе. И вот это дурачество в определённый момент Наталья Юнгвальд-Хилькевич показала своему папе. И я ему понравилась. Эта встреча в корне изменила жизнь студентки юридического факультета. Без профессионального актёрского образования она снялась в своей первой картине «Адам и превращение Евы», сыграв по сути саму себя, молодую провинциалку, которая без гроша в кармане приехала покорять столицу. Первая роль и сразу главное. Точно счастливый случай. Не так много времени прошло от переезда в Москву до моей первой картины. Я переехала в октябре 2004-го, а в конце июня, в июле 2005-го я уже начала сниматься в своём первом кино. С момента выхода картины прошло уже 17 лет. Сегодня фильмография Катерины Шпицы насчитывает десятки ролей. И кто знает, быть может, её собственная история успеха, собранная в книге «Жизнь в эпизодах», тоже когда-нибудь станет сценарием для нового сериала. Ведь в жизни всё возможно. И эта улыбчивая девчонка с белыми бантами на школьном фото – прямое тому подтверждение. Я бы не хотела ничего исправить. Поэтому, наверное, я бы сказала, молодец, Катюх, продолжай в том же духе. Данный материал содержит элементы рекламы. Ну и снова не можем обойти стороной тему кулинарную. Ну, ты знаешь, если мы не будем её обходить стороной, то, вероятно, что скоро нас будет очень сложно обходить, судя по габаритам. Так что ты так аккуратненько. Да, ну, на самом деле, не только калорийные продукты, но и весьма диетические блюда готовит бренд-амбассадор наших партнёров в сети магазинов «Максимум» Думитру Бойку. Всем доброе утро! Меня зовут Думитру Бойку. Как всегда, в это время мы вместе с сетью магазинов «Максимум» делимся новыми и интересными кулинарными идеями или рецептами к вашему завтраку, да и не только. На повестке сегодняшнего дня продукт достаточно популярный на наших широтах, но при этом я не знаю, что вы готовите из него ещё, кроме как смузи, пирог, например, или вообще идите просто в сыром виде. Ребята, вопрос к банану. Дело в том, что банан достаточно популярный в наших широтах. Не в том плане, что популярный, а вообще продукт, который мы часто достаточно покупаем. И я в том числе. Но сегодня я хочу вам показать версию банана, как можно его, во-первых, насытить ещё большими углеводами, если вы, например, занимаетесь спортом. А во-вторых, как его сделать суперинтересным, ароматным и при этом потратив достаточно минимум ингредиентов и минимум, скажем так, продуктов. Итак, сегодня карамелизируем банан. История очень простая, лёгкая, но при этом немного необычная, как всегда, всё, что делаю я и готовлю. Итак, для начала мы с вами делаем карамель. Карамель мы будем делать необычную, я сейчас расскажу почему. Итак, в первую очередь мы разогреваем сковородку. Сегодня мне помогает замечательная, великолепная, я её очень сильно люблю, стабильная, скажем так, в своём производстве, плита от бренда LG, за что им огромное спасибо. Ну, а мы с вами готовим карамель. Итак, что нужно сделать? Сахар. Вы можете использовать коричневый или белый, в зависимости от того, как вы любите, но у него, у коричневого он чуть медленнее, как мне кажется, плавится, поэтому я люблю карамелизировать обычным сахаром. Итак, мы с вами насыпаем сахар, чтобы карамелизировать, и небольшой кусочек сливочного масла. Это такая, знаете, её ещё называют сливочная карамель, ну, то есть за счёт сливочного масла. Есть карамель, которую делают просто на воде, есть карамель, которую делают с добавлением вообще ничего, только сахар. Ну, а я люблю такую сливочную карамель, которая вот вместе со сливочным маслом идёт. Тем временем мы с вами готовим банан. Банан готовить очень просто. Во-первых, мы не будем его очищать от кожуры. Если вы не знали, я вам хочу открыть одну большую тайну. Это то, что банан нужно всегда мыть. Неважно, покупаете ли вы его на рынке, в магазине или ещё где-то, у нас есть привычка не мыть бананы. Ребята, это неправильно. Банан нуждается в том, чтобы его помыть. Это очень важный момент. И вот я выбрал такой очень классный, ну, вот можно, наверное, даже... Ну, пускай будет такой, он симпатично смотрится. Вот мы с вами выбрали вот такой вот банан. И мы его разрезаем пополам. Аккуратно, вместе с кожурой. Оп! Вуаля! Вот у нас есть с вами два банана. Карамель начинает готовиться. И мы в неё должны сейчас... Ну, то есть, во-первых, её не нужно мешать, нужно подождать чуть-чуть, пускай она чуть-чуть, ну, чуть-чуть разойдётся вместе с сахаром. А во-вторых, мы с вами сюда кинем одну очень интересную штуку, которая, по сути, вам, наверное, не особо, чтобы знакома. В каком плане? Сочетание зелёного базилика, зелёного базилика и банана – это идеальное сочетание на самом-то деле. Вам кажется, что это достаточно необычно и, может быть, не совсем привычно для вас. Но, тем не менее, поверьте, зелёный базилик и банан – это реально то, что идеально дружат друг с другом. Поэтому, когда мы с вами будем делать карамель, да, мы сожжём базилик сильно, потому что карамель – достаточно активная история. Но эта жжёная карамель возьмёт лёгкие ноты свежего зелёного базилика и получится потрясающая комбинация, поверьте мне. Поэтому мы берём с вами базилик, прямо смело его вот сюда вот закидываем, не стесняясь. Столько будет достаточно. Ну, ещё листочек возьму. И вместе с базиликом мы сюда с вами помещаем бананы обратной стороной. Вот так вот. Раз. Два. Всё, пусть карамелизируется. Тем временем мы с вами вооружаемся штукой под названием голубика. Если у вас нет голубики, вы можете использовать что-то своё. Ну, то есть, не обязательно использовать только голубику. Можно использовать яблоки или груши, допустим. Что-то, что есть в вашем арсенале, то, что придаст такой небольшой лёгкой свежести, скажем так. Вот. Лишним не будет. Мы с вами возьмём голубику. Она сейчас есть. Порежем её на такие небольшие кружочки, чтобы она была комфортнее и в тарелке, и так. И блюдо, в общем-то, готово. На самом деле, сюда ещё к банану хорошо бы добавить какого-нибудь классного ореха. Ну, допустим, пекана или лесного ореха, когда вы будете сервировать. Но мне кажется, что и так будет здорово и неплохо. С чем кушать такой банан, вы меня спросите? Такой банан, конечно же, нужно кушать, безусловно, во-первых, если хотите, с мороженым. Во-вторых, его можно кушать со всевозможными сладкими или несладкими йогуртами. В-третьих, его можно кушать с мюсли. Дело в том, что карамелизированный банан, он не только обладает вот этим вот таким карамельным вкусом. Он ещё и обладает, он поменяет чуть-чуть текстуру. Он станет таким слегка пюреобразным. То есть у него получится, знаете, вы как будто бы делаете банановое крем-брюле, но не совсем, чтобы крем-брюле. То есть он внутри получится очень мягким, очень таким нежным и очень таким пюреобразным. А с корочкой у него будет такая, ну, настоящая карамелизированная корка, то, что и надо на самом-то деле получить. Поэтому мы можем это с лёгкостью с вами назвать карамелизированным бананом или карамелизированным крем-брюле. У нас всё готово. Посмотрите, как у нас всё тут шикарно загрилировалось. Всё. Этого достаточно. Базилик, он, конечно, будет сожжён, но это, поверьте мне, не беда. То есть он таким и должен быть. Это вообще, ну, то есть это вообще нисколько не проблема на самом-то деле. Всё это очень шикарно дружит друг с другом. Итак, у нас всё готово. Прежде чем я начну сервировать, я хочу всем нам напомнить о том, чтобы вы ни в коем случае не забывали следить за нами официальными социальными сетями Maximum.md на платформе Facebook, Instagram, TikTok и даже YouTube. Много классных рецептов и полезной информации там есть. Поэтому обязательно следите за нами внимательно. Ну, а мы готовы сервировать. Всё очень и очень просто. Я не буду сегодня заморачиваться в плане сервировки. У меня есть красивая белая тарелка. Этого достаточно. Вот таки воспользуйтесь. Для того, чтобы сервировать банан, воспользуйтесь вот такими вот щипцами, потому что вам может быть не то, чтобы некомфортно. Вы можете просто обжечься, потому что температура сахара и температура карамели это достаточно высокая температура, вы должны это понимать. Поэтому будьте предельно внимательны, когда будете сервировать это блюдо. Итак, есть. Мы с вами берём один банан. Посмотрите, какой он получился шикарный. Это просто, ну понимаете, вот шик, блеск, красота, что я называю. Вуаля. Красиво? Безусловно. Слегка нашей голубики, чуть не сказал, клубники. Чуть-чуть голубики. И всё. Не нужно больше добавлять ничего. Как есть такой банан? Я только покажу, не буду уже это делать в кадре, но покажу это, как это делать. Чтоб вы понимали. А то, как бы, ну, банан-то пожарили, карамелизировали, а как это съесть, непонятно. Вы вооружаетесь просто обычной ложкой. И вот так вот, вместе, знаете, когда ты ешь свежее авокадо, его можно есть просто ложкой. Вот то же самое происходит с бананом. Он будет очень легко отделяться от кожуры и будет, ну вот, настоящая мякоть. Вместе с карамелизированным, вместе с карамелью сливочной. Я желаю вам приятного аппетита и обязательно попробуйте этот рецепт. Очень простой и очень интересный. Плюс ко всему, идеальный для спортсменов, потому что банан достаточно калорийная история. А чтобы его еще больше закалорить, добавьте ему классную сливочную карамель на базе базилика. Меня зовут Дмитрий Трубойко. Я желаю вам отличного дня в продолжении, хорошего настроения. Кушайте бананы с удовольствием. Увидимся в следующих выпусках. Пока! Итак, хотим поговорить о советах специалистов. Меня не очень забавляет. Итак, наличные деньги хотя бы в небольшом количестве обязаны храниться в доме. Ну, конечно. Да. Что такое небольшое количество денег? Относите. Рассказываю. Необходимо создать резерв, равный расходам семьи, как минимум на полгода. Ого! Да, это небольшие наличные деньги. Небольшое количество. Ладно. После создания такой финансовой подушки можно задумываться об инвестировании или сбережении оставшихся средств. Пропорции между основными валютами рекомендуется соблюдать по формуле 40-30-30. Или же 50-25-25, где большая доля – это валюта страны проживания. Мне кажется, эта новость звучит как издевательство. Почему? После этого можно задуматься об инвестировании. Ребята, мне кажется, тут, учитывая цены на газ, надо думать и на топливо. Думать, как вообще выжить, понимаешь, а не как еще помимо этого что-то отложить. Это правда. Такое соотношение, как говорят специалисты, позволит уберечься от девальвации валюты и частично нивелирует инфляцию. Как показывают последних несколько лет, нет инфляции в нашей стране. Она на уровне топовых мировых показателей. Эксперты также называют оптимальный размер финансовой подушки. Объем средств на черный день должен быть таким, чтобы покрыть траты семьи от полугода до года в условиях непредвиденных обстоятельств. Слушайте, на самом деле, да, действительно, это было бы здорово. Поэтому, на мой взгляд, любой мужчина должен иметь определенную подушку на черный день. Поэтому не следует сдавать все свои зарплаты жене, как это иногда бывает. Ну, каждый выбирает свою модель финансовых отношений. То есть кто-то распорягается действительно. Кому-то проще отдать деньги жене и сказать, делай с ними что хочешь. Это в случае, если она сознательный элемент общества. И вот по этой схеме денежки откладывает, а не спускает все на салоны. Ну, я все-таки считаю, что не женщина должна откладывать деньги, а мужчина должен зарабатывать столько, чтобы этих денег потом хватало на то, чтобы еще где-то заныкать, припрятать на черный день. Изумительно. На самом деле, вот еще один маленький лайфхак вам расскажу, по крайней мере, которым сам пользуетесь. А ну-ка. Так или иначе, намного проще считать общий годовой расход. Рассказываю. Когда у вас лежит какое-то количество денег в заначке, что с этим можно делать? Очень просто. Например, вы видите, где-то продается там по акции стиральный порошок. Действительно хорошая акция. Можно же купить его впрок, правильно? Ну, конечно, он же не портится. По итогам года вам это будет стоить в результате дешевле. Да, чем тут же спуститься в магазин, когда он закончился, и взять маленькую пачку с большие деньги. Да, да. А еще есть хорошая методика, которой пользуюсь я. От любого дохода, просто вот все, что не есть, хотя бы 10% откладывать и не трогать их в течение года. Вот прям физически брать и откладывать их в коробочку. Ты знаешь, во-первых, это показывает тебе в конце года, сколько ты заработал суммарно. А во-вторых, считай, что тебе подарили эти деньги. Как будто бы не ты их зарабатывал, ты их просто откладывал и не тратил. А потом хлобысь, и ты радуешься, радуешься. Как легко говорить, когда ты женщина. Ага. Ладно, прямо сейчас давайте поговорим о том, как нам вообще жить сегодня, конкретно сегодня. Какие будут подсказочки, может быть, небольшие советики. Естественно, оттуда сверху, от звезд. Овен. День хорошо подойдет для работы. Сложные дела требуют внимания, возьмитесь за них сегодня. И вы наверняка быстро добьетесь нужного результата. Решатся многие организационные вопросы. Станет проще определиться с планами на будущее. Телец. Дел будет больше, чем обычно, но вряд ли и вам захочется на это жаловаться. Энергии хватит на все, а возможность провести время за интересным занятием только порадует. Не всегда будут просто складываться отношения с окружающими. Но серьезных конфликтов вы не допустите. Близнецы. День сложится очень удачно. Звезды будут поддерживать вас во всем. Вы во многих делах добьетесь успеха. Найдете применение своим талантам. Будет возможность вернуться к каким-то старым идеям. Друзья и другие близкие люди помогут воплотить их в жизнь. Рак. Удастся быстро справиться с серьезными рабочими задачами. Вы проявите настойчивость и преодолеете преграды, которые прежде мешали двигаться вперед. Раки, в последнее время сомневавшиеся в своих силах, вновь обретут уверенность. Лев. Вы определитесь с планами и целями. Поймете, на чем нужно сосредоточиться в ближайшее время. Станет ясно, к кому можно обратиться за поддержкой. Кто готов встать на вашу сторону. Могут заметно измениться к лучшему отношения, которые в последнее время складывались непросто. Дева. Благоприятный день для серьезных и важных дел. Справиться с ними окажется куда проще, чем вы думали. Удастся найти ответы на сложные вопросы. Вы оставите в прошлом сомнения и переживания. Определитесь с целями и планами. Весы. День пройдет плодотворно. Вы сделаете много полезного и для себя, и для других. Найдутся ответы на вопросы, над которыми вы размышляли в последнее время. Станет гораздо понятнее, что нужно предпринять сейчас, с кем стоит иметь дело. Скорпион. Старайтесь не горячиться, не спешить с решениями и не идти на поводу у эмоций. Чем спокойнее вы будете, тем удачнее сложится этот неоднозначный день. За советами лучше обращаться к тем, кто хорошо вас знает. Именно такие люди могут подсказать, как стоит действовать. Стрелец. День подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое или разобраться в том, о чем вы прежде имели лишь отдаленное представление. Сегодня вы многое будете схватывать на лету. Не придется прикладывать много сил, чтобы прояснить какие-то неоднозначные ситуации. Козерог. Не спешите браться за важные дела. В начале дня вам может быть свойственно некоторое легкомыслие. Оно может помешать довести начатое до конца. Сосредоточиться будет сложнее, чем обычно, и вы рискуете что-то упустить из виду. Позже вам удастся настроиться на более серьезный лад. Водолей. День начнется хорошо. Вы получите вдохновляющие новости. К тому же появится возможность реализовать какие-то давние планы. Вы легко найдете общий язык с самыми разными людьми. Сможете договориться о совместных действиях с теми, с кем прежде было непросто поладить. Рыбы. День сложится удачно, если вы не станете откладывать сложные дела. Чем раньше вы за них возьметесь, тем проще будет добиться нужного результата. Первая половина дня подойдет и для важных встреч. Вам легко будет поладить с людьми, получить поддержку, если она потребуется. Яркие бои, размах и, конечно же, звездный состав. Все это о новом российском фильме «Мистер Нокаут». 23 февраля картина выходит на большие экраны. Наши российские коллеги... Что? Я показываю кадры из фильма, да. Так себе, конечно. Наши российские коллеги не стали дождаться премьеры и пообщались с режиссером еще до всего. Насколько это безопасно? Прямо сейчас сами все узнаете. Да, ну что, слушай меня. «Мистер Нокаут» – так болельщики называли боксера Валерия Попенченко. Его особая техника ведения боя вкупе с мощным ударом не оставляла соперникам ни малейшего шанса. Каждый матч с его участием был настоящий феерий. Спортсмен предугадывал действия противника, а его ходы напротив были непредсказуемы. Карьера Попенченко развивалась драматично и стремительно, завораживая и восхищая всех, кто за ней наблюдал. Настало время рассказать об этом в кино. Попенченко – звезда, легенда и человек, который достиг всего сам через невероятные сложности. Я был удивлен, что не была снята ни одна картина про него. Он обладатель высшей награды бокса Кубка Вэлла Баркера. Он еще в совершенстве знал английский язык. Он в совершенстве играл в шахматы, он писал стихи. Он был военным инженером. И вот эта вся его жизнь, непростая жизнь, сложная жизнь, меня и увлекла. Все знаменитые приемы мистера Нокаутова созданы в фильме с подлинным спортивным азартом. Также остро показано и становление боксера от учебы в Ташкентском Суворовском училище и стремительного взлета к оглушительному поражению и возвращению на ринг. Попенченко стойко выдерживал все удары судьбы. Мы не можем допустить, что такие люди представляли нашу страну за рубежом. Отношение боксера с тренером, которого сыграл Сергей Безруков, еще одна важнейшая сюжетная линия. Именно Григорий Кусик-Янц разглядел в молодом человеке будущего чемпиона. Будешь тренироваться со мной, равных тебе не будет. Он был ему всем, и другом, и отцом, ну в общем всем. То есть это был великий тренер, очень сложный, со своими амбициями. На этих взаимоотношениях у нас в принципе очень много построено с точки зрения драматургии. Все-все-все вот и собирается в такой некий образ героя. Каждый зритель что-то для себя интересное возьмет из этой картины. Зрителей ждет история полная любви к спорту, к жизни и к жене Татьяне, которая боролась за семейное счастье так же яростно, как Попенченко сражался на ринге. Останье семейного. Мистер Нокаут – продолжение спортивной киносерии, которую открыла легенда номер 17 и подхватили блокбастеры «Движение вверх» и «Стрельцов». Экшн-драмы дарят азарт, вызывают гордость и знакомятся с настоящими героями страны. Новая история победы, новый фильм, который благодаря своему персонажу имеет все шансы стать народным, появится на экранах 23 февраля. Вот и утро понедельника подошло к концу, ура, одна из частей нелюбимого дня, да. Вот именно, как и не бывало. А все почему? А все потому, что мы старались, тут хохмели, рассказывали всякое интересное и не очень, но старались сделать это очень информативно и полезно для вас. Да, так что увидимся завтра. На этом останавливаем поток сознания Таисы Разумовской. Завтра, как всегда, в то же время, а вам пока хорошего и легкого начала трудовой недели. Увидимся в феврале. Пока! Радости-то сколько. Пока! Данный материал содержит элементы рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова